Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Начитаем Евангелие от Марка и предисловие. Четверо Евангелия. Предисловие к изданию 1911 года. Ты там все направь сюда, поближе садись и будешь считать. Никиты-то нет, но теперь мне приходится самому считать. Толкование на Новый Завет Блаженного Фефилакта, архиепископа Болгарского. При всем желании пойти навстречу той части читателей, которой представляется более удобным иметь русский библейский текст вместо славянского, мы должны заметить, что в толковании Блаженного Фефилакта на деяния и послания апостольские это не представляется возможным сделать последующим соображением. Но это тогда и засчитывать не надо. Я просто буду тормозить, кому надо, посмотрите. Издательство Сойкина. Тут у нас уже начитано это, деяние апостолов. Предисловие к позднейшему изданию. И вот я затормозил, кому надо, прочитайте. Много считать, тут хорошее дается толкование, это пояснение, как архиепископ трудился, какая была обстановка. Из всех отцов в церкви самое большое влияние на Блаженного Фефилакта оказал святой Иоанн Златоус. Это был его любимейший из толкователей священного писания. Его толкование он приводит в своих трудах или буквально, или немного сокращая их, и вставляя только отчасти свои выражения и некоторые мысли. Но тут еще такое наше издание, что я делаю комментарии к местам Блаженного Фефилакта, где говорит он о необходимости проповеди и любви к Слову Божию. 297 комментариев таких. Это тоже отличает наше издание от других. Потом предисловие к изданию 2003 года. Мы когда издали первое издание, сейчас у нас второе. И опять прочитаете. Предисловие надо было показать, кто разбил. Некоторые не знают. Когда Блаженный Фефилакт писал свое толкование, Библия еще не была разбита на главы и стихи. Считай дальше. Это произойдет намного позже. Только в 1236 году католический кардинал Хьюга или Карл разделит каждую книгу Библии на главы. А в 1551 году главы Библии будут разделены на стихи библиотекарям, французам Робертом Стефаном. Библейский справочник Генри Гилей. Санкт-Петербург. Библия для всех. 2002 год. А до этого? До этого книги Библии делились или на смысловые перекопы аммония, или же пожелания проповедующего, кому, как казалось, более удобны. С 1876 года времени издания синодального перевода Библии на живом великорусском языке все это единого издания, священного писания, издаются разделенными только на главы и стихи. В нашем издании толкование Феофилакта разбито точно по стихам. В данное издание толкования Блаженного Феофилакта не вставлено ни одного предложения, не изменена ни одна мысль. К этому мы подошли с особым страхом и благоговением, имея в виду главную цель – сделать Новый Завет доступным и понятным для всех, какую бы веру читатель не исповедовал в христианстве. Считаю, что правильнее всего отделять главу от стиха двоеточия. Главу от стиха двоеточия. Так и отметили курсимом во всем толковании ссылки на библейский текст. Главу от стиха отделяя двоеточия. Стих от стиха, запятой и тире. В таком виде издаются сегодня большинство книг и симфоний. Со своей стороны, не дерзая ни толковать, ни перетолковывать, ни священное писание, ни Блаженного Феофилакта, мы решились выделить места толкования архиепископа Болгарского, которые сегодня явно или перетолковываются, или пренебрегаются, и на это дать соответствующие пояснения. Данные пояснения имеют с целью приблизить текст священного писания и толкования к сегодняшним дням. Сделать его понятным каждому, чтобы каждый стих Нового Завета был живым и действенным для всех считающих его. Главная потеря, с которой пришла церковь в 21 век, это потеря авторитета священного писания, которую люди практически не знают. А пастырь не только не насаждает этот авторитет, но и всячески противится этому. Это я пишу, это мой комментарий. Я слышал в свой адрес тысячу раз от священнослужителей архиерея в упреке, в уклонении, в сектанство, только за цитирование мест священного писания. Кавычки. Мы не баптисты и не какие-то еретики. Это они носятся со своей Библией. У нас есть святые отцы, и мы поступаем так, как они нас научили. Но когда в этом издании толкование блаженного фефилакта будет доказано, что священники противятся этому толкованию, точно так же, как и Библия, то они уже не смогут сказать, что они, эти священники, православные, ибо восстают против православного толкования Библии, точно так же, как и против самой Библии. Комментарии к толкованию будут в основном даны только к указанным болгарскому первоиерарху, к указаниям на первостепенное значение в жизни христианина, священного писания и значения проповеди. Тот, кто прочтет эти малые комментарии, увидит, что сегодняшнее православие отступает в самом прямом смысле от священного писания и от святых отцов и растеряло всю свою пасту по разным сектам и ересям. Есть всего только два пункта в толковании блаженного фатилакта, которые потребуют дополнительного разъяснения. Это вопрос о значении крещения и причащения. По этим вопросам допущены самые большие искажения в современной практике. Как истина, то, что нет Христа без Христа, не распятого, нет. А мы считать дали? 1 Коринфянам 1.23 А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для еленов безумие. 1 Коринфянам 2.2 Ибо я расследил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Так точно священное писание не знает крещения без уверования во Христа, без научения, без принятия его в свое сердце, как спасителя, лично тобой принятого. Марка 16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Только по одному этому местописанию видно, что кто не будет веровать, тот и не может креститься. Святой Евангелие от Марка написано было в Риме, спустя 10 лет по вознесению Христовым. Иные считают, 7 лет, 10 лет, ну то об этом спорить не надо. Сей Марк был ученик и последователь Петров, которого Петр называет даже сыном своим, разумеется, духовным. Назывался он также Иоанном, был племянник Варнавы, сопутствовал апостолу Павлу, но большей частью находился при Петре, с которым был и в Риме. Посему верно и в Риме просили его не только проповедовать им без Писания, но и изложить для них дела и жизнь Христа в Писании. Он едва согласился на это, однако написал. Между тем, Петру открыто было Богом, что Марк написал Евангелие. Рассмотрев все Евангелие, Петр засвидетельствовал, что оно истинно. Потом послал Марка епископом в Египет, где он своей проповедью основал в Александрии церковь и просветил всех живущих в полуденной стране. Отличительные черты этого Евангелия ясность и отсутствие всего неудобовразумительного. Притом, настоящий евангелист почти сходен с Матфеем, кроме того, что короче, а Матфей пространнее. И что у Матфея вначале упоминается о Рождестве Господа по плоти, а Марк начал с пророка Иоанна. Отсюда некоторые, не без основания, видят следующее знаменование в евангелистах. Бог, сидящий на херувимах, которых в Писании изображает четвероличными. Иезекииль 1-2 главы преподал нам четверообразное Евангелие, оживляемое одним Духом. Итак, у каждого из херувимов одно лицо, называется подобно льву, другое подобным человеку, третье орлу, а четвертое тельцу. Так и в деле евангельской проповеди. Евангелие от Иоанна имеет лицо льва, ибо лев есть образ царской власти. Так Иоанн начал с царственного и владычественного достоинства, с божества слова, сказав, вначале было слово, и слово было у Бога. Евангелие от Матфея имеет лицо человека, потому что оно начинается с плотского рождения и в очеловечении слова. Евангелие от Марка сравнивается с орлом, потому что он начинается с пророчества об Иоанне. А дар пророческой благодати, как дар острого видения и прозрения в отдаленную будущность, можно уподобить орлу, о котором говорят, что он одарен самым острым зрением. Так что он один из всех животных, не смежая очей, взирает на солнце. Евангелие от Луки подобно телецу, потому что начинается со священнического служения Захарии, возносившего фимиам за грехи народа. Тогда приносили в жертву и телца. Вот такое предисловие. Глава первая. Марка первая глава, первый второй стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Толкование. Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Евангелия Сына Божия, потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства о предтече, то оно взято из двух пророков, из Малахии, 3 глава, 1 стих, и Исаии, 40 глава, 3 стих. Глаз вопиющего в пустыне и прочее. Это слова Бога, Отца к Сыну. Он именует предтечию ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь и за возвещение и указание грядущего Христа. Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа. перед лицом Твоим значит близок тебе ангел Твой. Этим означается родственная близость предтече ко Христу, так как и перед царями шествует преимущественно родственной особой. Глаз вопиющего в пустыне, то есть в пустыне иорданской, а еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. Путь означает Новый Завет, а стези ветхий как неоднократно нарушаемый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, а стези ветхого исправить. Комментарий Игнатий Лапкин. Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились бы проповедовать прямо по Слову Божию. Вообразим, что такое все-таки где-то случится в третьем тысячелетии, хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснять священное писание как блаженный феофилак, и дошел бы до этого места, где говорится о Библии, ветхом и Новом Завете. Не просто говорить об этих путях и стезях, если по ним сам никогда не ходил. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию феофилакта на это место, и другие его собратья прозовут его баптистом и сектантом. Приходилось не раз встречаться с таким приходилось не раз встречаться с такой ситуацией, когда запробовать одного священника, а остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его, или запретить. Когда феофан Затворник со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода Симеона нового богослова, то перо выпало из его рук. С великой скорбью пишет он об этом, что отложил сей труд и не решился довести его до русской паствы во избежание соблазна. Поняли, о чем говорит? Симеона нового богослова целиком побоялся перевести, хотя знал греческий язык. Почему? Люди поймут, что они совершенно неверующие. Так и надо было их сделать верующими, поднимать на этот уровень. Какого соблазна? Того, что прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему, то тотчас же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение. Так пусть уж остается все так, как и есть. И остаются эти стежки, дорожки нехоженными, а пастыри оказались не руководителями и повыдарями для слепых, а сами не ослепли, не читая Библию. Ну вот, как говорится, и правители, суть кривители. И вам не видать царствие Божие, как видение было Алексею II Патриарху Феодосия Пещерского. Путь в царство небесное один, святая Библия. И так понимали все святые отцы, а сегодня на тысячу православных, проходивших всю жизнь в храмы, при всем желании и розыске не обрящешь ни единого, кто знал бы толкование святых отцов в церкви на Новый Завет. Книги толкования сегодня издаются и продаются свободно, но авторитет их для православных, как и авторитет Библии, на нуле. Все подменили новыми канонизациями, явлениями державных икон, крестными ходами, мироточениями и многим другим, о чем в Библии нет ни единого слова. И значит, пасторы ведут свою пасву не по путям и стезям, проложенным Господом, а непроходимыми дебрями, где нога Господа не ступала ни разу. Псалом 118, 13 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Иеремия 6, 16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Марка 1, 3-4 стих. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Толкование. Иоанново крещение не имело отпущения грехов, а обводило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь для отпущения грехов? На это отвечаем. что Иоанн проповедовал крещение покаяния. А это проповедь к чему вела? К отпущению грехов, то есть к крещению Христову, которое заключало уже в себе и отпущение грехов. Когда мы говорим, например, что такой-то пришел перед царем, повелевая приготовить пищу для царя, то разумеем, что исполняющий это повеление бывает облагодетельствованы царем, так и здесь. Предтеча проповедовал крещение и покаяние для того, чтобы люди, покаявшись и принявши Христа, получили оставление грехов. Комментарий Игнатия Лапкина Сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения, но проходит оно без всякой подготовки. Феофилак же четко показывает, что проповедь ведет и к отпущению грехов, и к крещению Христову. Марка 1 глава 5 по 6 И выходили к нему вся страна иудейская и иерусомляяне и крестились от него все в реке Иордане исповеду грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. Толкование Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея. Теперь же скажем только о том что там опущено именно что Иоаннова одежда была знамением сетования и пророк показывал таким образом что кающемуся должно плакать так как в речище обыкновенно служит знаком плача. Кожан же пояс означал омертвелость иудейского народа. Равно пищи Иоаннова указывает здесь конечно на воздержание была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев которые не ели чистых птиц небесных то есть не помышляли ни о чем высоком а питались только словом возвышенным и направленным горе горе но опять упадающим долу ибо саранча в скобках акриды есть такое насекомое которое прыгает вверх а потом опять падает на землю равным образом народ ел и мед производим пчелами то есть пророками но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением хотя евреи и думали что они разумеют и постигают писание они имели писание как бы некоторый мед но не трудились над ними и не исследовали их комментарий Игнатия Лапкина эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных какими они были во все века запад не пройдил и сотой доли и эресей как православный восток и вся причина только в одном что они вкушали мед писания и не трудились над исследованием Библии не искали ответа прямо от Господа слою Божием как в дреннем Израиле слово Божие было утеряно и только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящике под слоем мусора так и у нас слово Божие скрыто под человеческими вымыслами а народ оставлен блуждать и непоготовлено подходить лже к решению или совсем уходить в ереси второе параллель поминон 34 глав 14 стих когда вынимали они серебро принесенное в дом Господень тогда Хелки священник нашел книгу закона Господня данную рукой Моисея Марка 1 7 по 8 стих и проповедовал говоря идет за мной сильнейший меня у которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви его я крестил вас водою а он будет крестить вас духом святым толкование я говорит не достоин быть даже самым последним рабом который бы разрешил ремень то есть узел на ремне обуви его понимает впрочем и так все приходившие и крестившиеся от Иоанна разрешались посредством покаяния от уз грехов своих когда веровали во Христа таким образом Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные а у Иисуса не мог разрешить такого ремня потому что у него и не нашел всего ремня то есть греха Марка 1 глаз 9 по 11 стих и было в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Ярдане и когда выходил из воды тотчас увидел Иоанн развершившийся небеса и духа как голубя сходящего на него и глаз был с небес ты сын мой возлюбленный в котором мое благоволение толкование не за отпущением грехов Иисус приходит ко крещению ибо греха он не сотворил равно и не для получения духа святого ибо как могло Иоаннова крещение даровать духа когда оно не очищало грехов как я сказал но и не для покаяния идет он креститься по елику он был больше самого крестителя Матфея 11 глава 11 стих без сомнения для того приходит чтобы Иоанн объявил о нем народу так как многие стекались туда то благоволил прийти чтобы засвидетельствовать перед многими кто он а вместе и для того чтобы исполнить всякую правду то есть все заповеди закона так как послушание крестящему пророку как посланного от Бога было также заповедью то Христос исполняет и сию заповедь дух сходит не потому чтобы Христос имел нужду в этом ибо по существу он в нем пребывает но чтобы ты знал что и на тебя при крещении сходит дух святый при шошествии святого духа тотчас изречено и свидетельство так как отец говорил свыше сеясь сын мой то чтобы слышавшие не подумали что он говорит об яне сходит на Иисуса дух показывая что это сказано о нем небеса же отверзается и нам когда мы крещаемся Марка 1 глава с 12 по 13 стих немедленно после того дух ведет его в пустыню и был он там в пустыне сорок дней искушаемый сатаною и был со зверями и ангелы служили ему слава Иисусу Христу толкование научая нас не унывать когда после крещения впадаем в искушение Господь уходит в гору на искушение или лучше не уходит а отводится духом святым показывая через то что и мы не должны сами ввергаться в искушение но принимать их когда они постигают нас а в гору уходят для того чтобы по причине пустынности места дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему ибо он обыкновенно нападает тогда когда видят что мы одни место искушения было до того дико что там во множестве водили звери ангелы стали служить ему уже после того как он победил искусителя марка 1 глава 14 по 15 после же того как предан был иоанн пришел иисус галилею проповеду евангелие царствие божие и говоря что исполнилось время и приблизилось царствие божие покайтесь и веруйте в евангелие толкование услышав что иоанн предан в темницу иисус удаляется в галилею дабы и нам показать что не должно самим вдаваться в искушение а избегать их когда же впадем терпеть христос проповедует по-видимому одно и то же с иоанном как-то покайтесь и приблизилось царствие божие но на самом деле не одно и то же иоанн говорит покайтесь с тем чтобы отклонить от грехов а христос покайтесь с тем чтобы отстали от буквы закона почему и присовокупил веруйте в евангелие ибо тот кто хочет веровать по евангелию уже упразднил закон господь сказывает что исполнилось время закона доселе говорит закон был в действии а отныне настает царствие божие жизнь по евангелию эта жизнь справедливо представляется царство небесное ибо когда видишь что живущий по евангелию ведет себя почти как бесплотный как не скажешь что он имеет уже царство небесное где нет ни пищи ни питья хотя оно кажется еще и далеко как-то отрываешь вот читаешь блинка вперед глазами надо смотреть и читаешь вот дальше говорит как не скажешь зачем он говорит по разговору ты ему ну как тут не скажешь то есть тут интонация и голосом нужно показать и когда видишь что он как бесплотный как не скажешь что он уже имеет царствие божие а то как не скажешь то есть такими отрывками выталкиваешь слушающий вообще не поймут а при чем эти слова как не скажешь это в разговорной речи выделяется только интонация будь внимательный комментарий Игнатия Лапкина эта фраза веровать по Евангелию есть знамя единственный девиз для детей Божьих во все века церкви Кирилл Юрсалимский даже свои архиерейские слова просил свою пасту проверять словом Божиим если слова мои не сходятся с Библией то не верьте и мне эти слова может сказать только тот кто знает Библию очень и очень хорошо как отче наш и пасту свою ведет и пасту свою всегда учит по Библии и овцы на этой злачной пажите могут отличать голос пастыря от голоса наемника за последние полторы тысячи лет кто из святых в православии произнес эти слова еще хотя бы раз Иоанн Златоуст постоянно подчеркивал необходимость изучения Библии чтобы быть христианином Марка 1 глава 16 по 20 стих проходя же близ моря Галилейского увидел Симона и Андрея брата его закидывающих сети в море ибо они были рыболовы и сказал имя Иисус идите за мною и я сделаю что вы будете ловцами человеков и они тотчас оставив свои сети последовали за ним и пройдя оттуда немного он увидел Якова Заведеева и Иоанна брата его также в лодке починивающих сети и тотчас призвал их и они оставив отца своего Заведея в лодке с работниками последовали за ним толкование Петр и Андрей сначала были учениками предтечи а когда увидели свидетельствованного Иоанном Иисуса то присоединились к нему потом когда Иоанн был предан они со скорбью перешли опять к своему прежнему занятию и так Христос призывает их теперь во второй раз ибо настоящее призывание есть уже второе заметь что они питались от своих правильных трудов а не от неправильных занятий таки люди стоили того чтобы быть первыми учениками Христа тотчас бросив бывшие у них в руках они пошли вслед за ним ибо не должно медлить а должно тотчас же последовать после сих уловляет Иакова и Иоанна и эти хотя сами были бедны однако пропитывали престарелого отца своего но они оставили отца не потому что оставлять родителей доброе дело но потому что он хотел воспрепятствовать им последовать Господу так и ты когда родители будут препятствовать тебе оставь их и последуй благому видно Зеведей не веровал но мать всех апостолов веровал и когда умер Зеведей также последовал за Господом Приметь же Исиев, что прежде призывается деяние, а потом созерцание Ибо Петр есть образ деяния, потому что был пламенного характера и всегда предупреждал других Что свойственно деянию Иоанн Иоанн, напротив, представляет в себе созерцание, ибо был богослов по превосходству Марка 1, глава 21 по 23 стих И приходит Капернаум, и вскоре в субботу вошел в Синагогу и учил И дивились его учения, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники Толкование Откуда пришли в Капернаум? Из Назарета, и при том в день субботний Когда обыкновенно собираешься для чтения закона, тогда пришел учить и Христос Ибо и закон для того повелевал праздновать в субботу, чтобы люди занимались чтением, собираясь для сего вместе Учил же Господь обличительно, а не льстиво, как фарисеи Убеждал делать добро, а непокорным угрожал мучением Видите как, какое слово, сегодня какой священник так будет учить? Нет, народ и так и страдался, они столько перенесли эти люди, да я буду говорить им строго, то есть льстивцы Слово Божие живо и действенно, приправлено солью И когда говоришь вот так, как Слово Божие говорит, прям тут же сразу нападают Марка 1 глава с 23 по 28 стих В синагоге их был человек В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым И вскричал, оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий Но Иисус запретил ему, говоря Замолчи и выйди из него Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него И все ужаснулись Та, что друг другу спрашивали, что это, что это за новое учение Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее Ты сейчас ударение сделал, они повинуются ему, как будто они сомневаются, аж повинуются Нет, у них главный вопрос, что это за новое учение Вопросительный знак, вот к чему относятся А ты упор сделаешь на то, и повинуются ему Конечно повинуются, в этом не было сомнений Что это за новое учение, что духом повелевает со властью, а не повинуются ему Вопросительная интонация идет к слову новое учение, а не к этому Нет, я тут как бы удивление сделал Толкование Злые духи называются нечистыми, потому что любят всякие гнусные дела Выйти из человека бес почитает погибель для себя Злобные бесы и вообще вменяют в злострадание себе, когда не позволяется им делать людям зло Притом, будучи плотолюбивы и привыкши услаждаться веществом, они как бы терпят большой голод, когда они живут в телах Посему Господь и говорит, что бесовский род изгоняется постом Христос заставляет его молчать, дабы мы знали, что бесам должно заграждать уста Хотя бы они говорили правду Бес мечет и сильно трясет одержимого им Чтоб очевидцы, видя, от какого бедствия избавляется человек, ради чуда уверовали Марка 1, глава 29 по 31 стих Вот когда человек несет какую-то неправду, ахинею буквально Почему? Бес Он верующий, ходит, причащается Но когда начинаешь разговаривать, там ничего нет А пост, а осипа разрешает не поститься Сегодня нашли, там, Ткачев что-то говорит Ну, бес-то и сидит тебе, поэтому ты везде и берешь, кого не надо Ты избери то, что Слово Божие говорит Идет великий пост, не соблюдает, все разрушено Ну, бес и сидит, гнездится, он никуда не выходил А ты его надави, дня три в рот еще не бери, не ешь, как Евдокий сказал Герман, говорит И врата откроются, царство небесное, ангела увидишь Выйдя вскоре с синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковым и Иоанном Теща Симонова лежала в горячке И тотчас говорят ему о ней Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им Толкование К вечеру, в субботу, как обычно было, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи Между тем, та, которая должна была послужить при всем, одержима была горячкой Но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им Эти слова дают знать, что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни Должен употребить здоровье свое на служение святым и на благовыждение Богу Одержим бывает своего рода горячкой и человек гневливый И от гнева становится дерзок на руку Но если слово удержит его за руку И он кротко прострет ее То прежде палимый гневом начинает служить слову Комментарий Игнатия Лапкина Каких только способов борьбы с грехом не придумал человек Путь же указан Господом, Слово Его Иван Гартьянов 15.3 Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам Евреям 4.12 Ибо Слово Божие живо и действенно И острее всякого меча обуду острова Оно проникает до разделения души и духа Составов и мозгов И судит помышление и намерение сердечное 2 Тимофея 3.16 Все Писание богодухновенно И полезно для научения Для обличения Для исправления Для наставления в праведности Знание Слова Божия Удерживает человека от колебания Совращения Делает его способным исцеляться через Слово Об этом сказано в Библии не сотни, а тысячи раз И однако же Библия Не пользуется в православии никаким авторитетом И что ждет за это и пастырь и народ И что ждет за это пастырь и народ Да, и что ждет за это Тут просто ужасно берет Куда люди они привели Марка 1 глаз 32 по 34 При наступлении же вечера Когда заходило солнце Приносили к нему всех больных и бесноватых И весь город собрался к дверям И он исцелил многих Страдавших различными болезнями И знал многих бесов И не позволял бесам говорить Что они знают, что он Христос Я пока читаю, проверь Полчаса надо набрать Бесам не позволял говорить Для того, чтобы научить нас Не верить им Хотя бы они говорили и правду Иначе Если не найдут кого-либо Вполне доверяющего им То чего не сделают проклятые Примешивая к правде ложь Так и Павел запретил пытливому духу Говорить Си человеки рабы Бога Всевышнего Святой муж не хотел слышать Отзыва и свидетельства Из нечистых уст 40 минут Давай дальше 40 минут уже Все, включай Так, я сейчас